Депутат Государственной Думы Иван Демченко с рабочим визитом побывал в Славянском районе. Он посетил городскую набережную, центр единоборств «Медведь», провел прием граждан. Подробности в первом материале выпуска. Иван Демченко является депутатом Государственной Думы 8-го созыва. Избирался он в 2021 году по Славянскому одномандатному избирательному округу номер 48 и набрал более 72% голосов избирателей. В своей деятельности одной из главных задач считает непосредственную работу на местах, что позволяет больше общаться с людьми, узнавать их проблемы и помогать их решать. В Славянском районе Иван Демченко бывает регулярно. В этот раз свой визит он начал с посещения городской набережной, которая была недавно отреставрирована. Депутат Государственной Думы высоко оценил уровень проведенных работ, отметив, что благодаря участию района в нацпроекте «Жилье и городская среда» набережная очень преобразилась и теперь радует жителей. Глава района Роман Синеговский рассказал о дальнейших планах по благоустройству этой территории, а также показал депутату новый спортивный объект – Центр единоборств. Сегодня здесь занимается более 150 ребят такими видами спорта, как самбо, дзюдо, тэквондо, борьба. Спортивная отрасль Славянского района не стоит на месте и постоянно развивается. Строятся новые объекты и площадки. Иван Демченко поблагодарил руководство района за такое внимание к спорту. Это не только вложение в спортивные достижения, но и здоровье жителей. Роман Синеговский обсудил с депутатом дальнейшее благоустройство района и строительство новых объектов. В 2023 году это парки в поселке Совхозном и хуторе Голицыне, экотропа в городе Славянске-на-Кубани, физкультурно-оздоровительный комплекс в станице Петровской и офис врача общей практики в хуторе Голицыне. Иван Демченко рекомендовал активнее привлекать средства, используя ресурс конкурсов и грантов. Затем депутат Государственной Думы провел прием граждан. Вопросы были разные. От газификации юго-западного микрорайона города до работы учреждений здравоохранения и образования, оказания помощи участникам специальной военной операции. Комитет солдатских матерей и неравнодушные жители района объединились вместе, чтобы шить белье нашим солдатам, плести маскировочные в сети. Они попросили Ивана Демченко оказать финансовую помощь на приобретении ткани и материалов. Депутат Государственной Думы поблагодарил женщин за неравнодушие, поручил выделить им 250 тысяч рублей, отметив, что сегодня все и простые жители, и в особенности представители бизнеса должны объединиться и помогать нашим воинам. Когда каждый включится, каждый гражданин, каждый предприниматель, как вот бабушка приходит, понимаете, и их приходят тысячи, а тысячи людей, которые имеют возможность, выглядывают из-за угла, вот. И я вам хочу сказать, когда каждый включится, когда каждый будет жить фронтом, однозначно, и будет у нас и потерь меньше, понимаете, у нас будет. И вот этой холдой, которую наши враги здесь, предатели, гонят, понимаете, в чем дело. И, соответственно, и победа быстрее привезла. Поэтому давайте вместе вам спасибо. Также в ходе приема граждан прозвучали вопросы о строительстве тротуаров, ремонте стадиона «Виктория» в поселке Совхозном, поддержке врачей. По всем обращениям депутатам приняты конкретные решения, направленные на поддержку инициатив жителей и дальнейшее развитие Славянского района.